МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый часто задаваемый вопрос касается ремонта центрального моста. Скажите, когда закончен ремонт закрытой сейчас полосы или половины центрального моста? Будут ли перекрывать вторую половину или, может, весь мост? Если да, то когда и на сколько? Прежде всего, я хотел заверить жителей о том, что реконструкция моста номер 2 закончится в этом году. Ориентировочно мы планируем 26-25 декабря закончить и правую, и левую сторону. По состоянию на сегодняшний день мы выполнили половину гидроизоляции моста и уложили первый слой на асфальтное покрытие. Это на одной стороне? На одной стороне, да. В связи с тем, что мы внесли очередные изменения в проект, а их было около 30 изменений, это позволило нам не перекрывать полностью мост. Прежде всего, мы выбрали новую гидроизоляцию, которая раньше в проектах была изготовлена, которая, к сожалению, тоже проектную документацию досталась мне по наследству. И для того, чтобы уйти от полного перекрытия моста, было принято решение положить новую современную гидроизоляцию. Это трехслойная гидроизоляция, которая никогда еще у нас не использовалась. Используется она у нас впервые, она достаточно дорогая, но по аналогам и по опыту работы я со своими коллегами из других стран, на сегодняшний день это самая современная система гидроизоляции мостов на планете Земля. На сегодняшний день, да. Мы планируем закончить, полностью восстановить движение по правой отремонтированной полосе, где-то ориентированно, что в течение 12-14 дней. После этого мы откроем по ней полноценное движение и со всеми силами перейдем на следующую сторону. Если горожане обращают внимание, то даже несмотря на то, что сейчас происходит нанесение гидроизоляции, подрядная организация проводит реконструкцию моста, непосредственно работая с подмостей, то есть они уже приступили к реконструкции второй части моста, и они работают там снизу, непосредственно восстанавливают балки, пролетные конструкции. То есть если говорить о цифрах, то там речь о гидроизоляции и восстановлении асфальтного покрытия по одной стороне, это порядка 13 тысяч квадратных метров асфальта. Причем мы укладываем, опять же, впервые в городе Днепр, не асфальт, первый слой у нас идет асфальт, а второй слой у нас идет так называемый такой материал щема. Но это будем говорить таким простым языком, это асфальт с большей прочностью, он более устойчив к воздействию высокой температуры, он более устойчив к воздействию перегрузов. Если говорить в качестве примера, то щема у нас был уложен давно один раз опытным образцом на улице Космической, это было 12 лет назад, если вы видите, спустя 12 лет назад, без капитальных ремонтов, улица Космическая в достаточно неплохом состоянии, и то там был уложен слой толщиной всего 5 сантиметров, хотя нормативных там необходимо было уложить 7. И нагрузка, и уклон, и уборка снега, и все остальное, то есть выстоял он достаточно неплохо. К сожалению, не попал подрядчик нам этот сразу с первого захода, то есть тут есть объективные, необъективные причины. Виноватые, понятно, в этом есть, и ответственности лично я себя не снимаю, то есть я считаю, на каком-то этапе надо было быть более агрессивным в работе с подрядчиком, не слушать их обещания, но вы понимаете, были еще определенные другие внешние факторы, которые на это влияли. Но тем не менее, опять же, приношу личные извинения всем жителям города за подобную ситуацию с мостом. К счастью, мы уйдем в этом году от его полного перекрытия, и подрядчик нам пошел на сторону за свои личные средства. То есть были внесены определенные изменения в проект, и частично он их компенсирует за свои средства. Для того, чтобы не перекрывать вторую половину моста. Немножко удивительно звучит, потому что одну половину делали практически, или почти год или когда, а это... Совершенно разные. Но объемы работ будут выполнены одинаково. То есть не в ущерб качеству. Нет, идентичные, не в ущерб качеству. Объем работы, он постоянно увеличивался. Если, допустим, я, честно говоря, когда мы принимаем, я уже принял проектную документацию, что самое интересное, в изготовлении проектной документации принимали те же люди, которые мост и строили. То есть так получилось непосредственно. Там один из экспертов у нас был, это специалист, который участвовал в проектировании строительства моста. Но когда мне приносят проект, я думаю, ну как, человек, который его строил, как он, Зубарев его фамилия, который не может допустить какие-то ошибки. Мы, допустим, вскрываем асфальтное покрытие. Вот у нас смотрим асфальт. Но мы коронками там, вы его засверлили, посмотрели. Вскрываем, а у нас там под асфальтом сетка металлическая. А сетки в проекте нет. И ее нет, то есть и демонтажа ее тоже нет. Хорошо, внесли изменения. Сняли полностью весь асфальт, смотрим. Плиты должны лежать ровно. А у нас плиты идут перепадом в некоторых местах до 15 сантиметров. О чем это говорит? Это будет выше слой бетона, это будет выше слой каких-то других материалов. И так постоянно. То есть она разная прочность. То есть очень сложный, очень сложный проект. Реально очень сложный. И, честно говоря, у меня после того, как мы занялись ремонтом моста, если я там считал раньше советских мостостроителей образцом, потому что действительно во времена Советского Союза наши инженеры строили огромное количество мостов во всем мире, то после того, как мы вскрыли дорожное покрытие, проводили инструментальное обследование, у меня, к сожалению, мнение о наших советских строителях очень сильно изменилось. Плюс же еще постоянно общественный контроль, угроза зрады. Ну, то такое. Ну, оно же тоже, наверное, как-то воздействует. Хорошо, с мостом, по-моему, все предельно ясно. Следующий вопрос волнующих горожан – это сбор и вывоз мусора, ну, вернее, твердых бытовых отходов. Особенно актуален этот вопрос для жителей частного сектора, где по-прежнему, то есть, либо где-то нет баков, либо баки стоят переполненные, рядом куча этих кульков и так далее. Даже вот взять на Фрунзенском, там уже, по-моему, 10 или 11 этих баков в ряд стоят. Все равно туда везут, по-моему, все, начиная с Обуховки. Нет, начиная с партизанского. Или с партизанского. Все везут туда. Но тут есть два варианта. Ну да, в посадку по пути. Либо они будут выбрасывать на обочину, либо они будут везти его туда. Пусть лучше будут везти его туда. Когда ситуация будет улучшена или решена? Ну, давайте быть объективными. Если посмотреть по сторонам, посмотреть по городу, есть какие-то определенные точечные проблемы. И на самом деле это действительно частный сектор. Что касаемо, у нас в настоящий момент сегодня проходит конкурс. На конкурс, если помните, там все кричали... То есть, для перевозчиков, да? Да, на перевозчиков. У нас в настоящий момент открыто проводится конкурс. Мы уже приняли все документы от участников. Как вы думаете, сколько было участников? Три. Три, да. Все кричали, нас не пускают на рынок. Ну, надо же соответствовать, видимо, условиям, техникой и прочее. Ну, ничего военного. То есть, количество техники, количество контейнеров, все кричали. Да мы прибежим. Кричащих было больше, чем живающих. Мы прибежим, у нас куча мусоровозов. Почему вы не нашли мусоровозы? Причем, два подрядчика, это коммунальное предприятие, и пришел один подрядчик, это областное предприятие. Они пришли аж с четырьмя мусоровозами. Половина из которых принадлежит компании Днепр Коммунтранс. Вот, в принципе, все. То есть, мы проводим конкурс, и после того, как, я думаю, результаты будут известны в самое ближайшее время, после этого победитель будет уже непосредственно напрямую заключать договора с людьми. И еще раз говорю, если быть объективными, давайте посмотрим. Это на частный сектор сейчас разыгрывать? Везде, на весь город полностью. У нас 8 лотов на районы. То есть, самая тяжелая ситуация оставалась и остается, это частный сектор. Прежде всего, оплата за вывоз твердых бытовых отходов осуществляется всего 30%. 10% частный сектор, 30% частного сектора платит, 70% не платит. Но я вам скажу, там не платят не только потому, что не хотят. Есть не платят, которые не знают, куда платить, сколько платить. Или не приходили, или не говорили, или не предлагали. Но вы понимаете, то есть у нас последний, самый большой промежуток времени, этим занимался один монополист, одна частная компания. Вот они хотят, а мы собираем тут, а мы не собираем, а мы пойдем в горсовет Лысенко. Мы устроим истерику, поваляемся у него на полу, скажем, или давай нам деньги, или мы не будем. То есть, люди просто не хотели собирать деньги с людьми, не хотели работать. Бюджетные, да? Конечно, зачем? Зачем ругаться, ходить с людьми? Можно прийти Лысенко, потом облить его помоями, его и Филатова, сказать, ой, у нас тут не хватает денег. Сейчас мы посмотрим, проанализируем ситуацию со сбором мусора и со всем. Видим, у нас появились и контейнера, и, слава богу, приобрели, и всю необходимую технику в достаточном количестве. Кроме того, у нас единственный приобретенный в Украине мусоровоз с функцией мойки контейнеров. Такого в Украине ни у кого нет. Я увидел на выставке в Мюнхене, мне очень сильно понравилось, я его очень сильно захотелось. Вы решили, возьму. Беру, да. То есть, мы заезжаем, то есть, суть в чем, забирается, высыпается мусор, и в самом уставе, небольшой, кстати, объемом всего 11 кубов, потому что там стоит два отсека. Один отсек – это жидкость со специальным дезинфицирующим раствором, кстати, экологически чистым, взрады нет. И второй – туда, куда этот раствор после мойки забирается. То есть, мусор высыпали, он попадает в моющую камеру, теплой водой моется контейнер снутри и снаружи, и потом после этого ставится на место. Когда у нас мыли контейнера? Никогда у нас не мыли контейнера. А помните, еще была у вас одна хорошая идея, не знаю, хорошая, нехорошая, но такая современная, это подземные контейнеры? Обязательно, значит, в рамках реконструкции 57 улиц у нас везде запроектированы и изготовлены на сегодняшний день один. Мы сейчас установили первый контейнер на улице Троицкой, это бывшая улица Красная, он уже установлен, но я пока не ставим туда ни оголовок, ничего, поскольку сразу он будет завален. То есть, от идеи вы не отказали? Нет, однозначно, весь центр города, помимо того, что у нас будут контейнера, расположенные на опорах, на трубостойках, где-то еще, мы постараемся максимально всю центральную часть города полностью закрыть контейнерами. Причем долго выбирали их схему. Вот сейчас, казалось бы, такая ситуация, что значит, как это выбирать, там, контейнер подземный или нет, что там его выбирать? Подземный нет, оказывается, в моих городах, в том числе в Киеве, Виннице, столкнулись с проблемой. Потому что в подземные контейнера проникает спецконтингент, там спит, живет и так далее. То есть, конструкция была таким образом предусмотрена, для того, чтобы проникнуть туда было невозможно. Причем это посоветовали в Лиссабоне, у нас тоже такое было, поэтому мы сделали специально, то есть, не просто открывается крышка, а есть специальный дозатор, то есть, туда можно положить, скажем, мусорный пакет объемом 50 литров, но туда уже человек, туда уже проникнуть не сможет, разве что по кускам. А машина не сможет запарковаться? Машина не сможет запарковаться, специально все предусмотрено, и забирают специализированными мусоровозами, причем не просто специализированными мусоровозами, если город Киев, если город Винница, они купили мусоровозы, которые забирают только подземные контейнеры. А у нас мусоровозы забирают и подземные контейнеры, и одновременно такие. То есть, он проезжает по улице и собирает весь мусор. То есть, у нас круче? У нас круче, у нас круче, да. Это действительно так, я долго их выбирал, я очень много на это потратил времени, очень много. Хорошо, вы наверняка читали обвинения тоже в зраде, не знаю в чем, в мошенничестве коммунальных служб и так далее. О том, что не без основания, кстати, эти все публикации приходят одновременно от нескольких, в частности от двух перевозчиков, квитанции по одному адресу. Это раньше была такая система, это не новая. Эта система была не только от перевозчиков мусора, но такая система у нас была еще в одном из районов в городе, в частности индустриальном, когда одновременно квитанции приходили от двух, то есть приходили и от жилсервиса, и от какой-то еще частной организации. В настоящий момент я обращаюсь, пользуюсь случаем, хочу обратиться к жителям. Если жители городского совета хотят узнать, кто у них является исполнителем услуг, они всегда могут зайти на сайт городского совета, там отдельно есть строчка «исполнители услуг», и они могут посмотреть. И тому платить? Тому платить или не тому. Вы же понимаете, сегодня они принесли квитанции за то, что заплатите нам за мусор, а завтра они принесут квитанции «поставьте зубы соседу». Дело же не хитрое, счет открыл, пришел, отдал, люди покидали деньги. К сожалению, вы понимаете, большое количество, особенно пенсионеры, люди у нас доверчивые, они видят квитанции. И добросовестные, как правило, платят. Совершенно верно, они видят квитанции и бегут платить. Точно так же, когда, если помните, в прошлом году у нас была изловлена группа людей, которые были ООО «водоканал», они расклеивали объявление, что вам необходимо промыть систему канализации, это стоит 120 гривен. Заходили в дом, засыпали там какую-то гадость и брали с пенсионеров по 120 гривен, были лично мной изловлены, журналистов я пригласил, мы им отдавали по ушам и больше мы их не слышали. Говорят, где-то в Покровском районе там они появились. Прочищают. Да. Хорошо, ну не разбериха с мусором, я так понял, что... Осталось, частно мы, если видите, по городу ситуация в основном нормальная, остается проблема с вандализмом, связанным с уничтожением контейнеров. Но давайте будем говорить так, если раньше у нас ежедневно воровали каждую ночь 2-5 контейнеров, сейчас повреждается в день там, в неделю там 3 штуки. Наигрались, наверное. Ну, наигрались, ничего страшного. То есть, вы понимаете, то есть, говорили, вот там купили контейнеры... Вы же говорили, что с запасом взяли. Да, мы взяли запасы, мало того, к этому запасу мы уже 2 тысячи штук еще докупили к этому запасу. Контейнера, это же не потому, что мы их купили, они сделаны там из какого-то не такого материала. Это точно такие же контейнера один в один, которые стоят в Баварии. В частности, в двух городах они стоят в Нюрнберге и они стоят в Мюнхене. То есть, жители, которые приезжают только в Мюнхене, они стоят без педали, а в Нюрнберге они стоят с педалью, они черного цвета. Мне черный не понравился, я взял зеленый. Но там их на прочность никто не проверяет. Нет, идентичная. Это полностью, то есть, есть стандарт. Это же не потому, что кто-то захотел. Я понимаю. Нет, нет, но у нас идут ребята, говорят, да я сейчас этот... У нас он должен быть определенного состава, он должен быть определенной толщины, у него должны быть определенные колеса, которые выдерживают определенную нагрузку. Это все просчитано. Не может человек пойти заказать. Вот есть европейский стандарт ИСА. И согласно этому стандарту у нас точно такие же контейнера. У нас часть контейнеров изготовлена в Польше, часть контейнеров изготовлена в Германии. Это не кто-то здесь на каком-то там теплопласте, где-то их изготовил и притащил. Это контейнера, изготовленные в Евросоюзе и точно такие же используются. У нас люди просто не очень хорошо относятся к своему имуществу. Он же не понимает, что он идет, ломает контейнер, а этот контейнер куплен за его деньги. Это его контейнер, по сути. Ну, оно же не из кармана вынуло, а так все. Опосредованно. Следующая проблема, она, не знаю, в большей степени, опять же, касается, наверное, жителей некоторых районов, в частности, того же частного сектора. Это, я имею в виду, подтопление. Да, уже на протяжении нескольких лет последних чистятся и вот эти вот водосточные там какие-то канавы, и малые реки типа Гнилокиша там и все. Но если взять еще систему перегруженных, а где-то и забитых ливневок по городу, то проблема становится, в общем-то, общегородской. Вот чем здесь можно порадовать, обнадежить горожан? Весь цивилизованный мир и все страны, особенно Европы, западные, восточные, в последнее время сталкиваются с проблемой ливневых систем. Многие ливневые системы, особенно как у нас в городе, они были запроектированы и сделаны достаточно бездарно. Но я иногда смотрю, у нас до конца, мы не провели всю инвентаризацию сетей, мы делаем это регулярно. То есть мы смотрим, то есть у нас основная часть сетей была бесхозных. И там, например, если там три года назад, половины, 40% сетей, которые сейчас у нас на балансе, если вы видите там решение сессии, каждую сессию мы принимаем на решение, бесхозную канализацию, бесхозные ливневки, бесхозные люки. Каждую сессию два-три решения, это касается и опор освещения, и всего. Мы их проводим в инвентаризацию, принимаем их на баланс. Кроме того, у нас раньше даже не было информации, вплоть до того, где они проходят. Сейчас, когда у нас проинвентаризировано и принято на баланс порядка уже, я думаю, 70% всех ливневок, то есть когда на них смотришь, то есть очень трудно сказать, чем руководствовались люди, которые их прокладывали и проектировали. Причем я понимаю, некоторые были построены в 20-х годах прошлого столетия, некоторые еще раньше, на 50 лет. И, к сожалению, проложено они таким способом, что реконструкцию в настоящий момент проводить либо очень трудно, либо вообще невозможно. И поэтому мы отходим от следующего, то есть мы все сети, которые у нас находятся в недостаточном, которые имеют недостаточный диаметр, мы обращаем внимание уже на отходящие на центральные магистрали. Мы стараемся держать их в надлежащем состоянии, поскольку минимальный зазор, кабень, щебень, песок, все, что идет после зимней уборки, весь этот песок, все, что посыпается, он оказывается в ливневой системе канализации. Мы стараемся эти участки, мы их знаем, их в городе порядка 27 таких проблемных участков, мы их стараемся держать все время в надлежащем состоянии для того, чтобы с ними как-то справляться. Слава Богу, я выплакал у мэра, он не выплакал, он там с удовольствием дал деньги, мы купили единственную в Украине, единственную в Украине канала промывочную машину, которая работает с давлением 600 атмосфер, ни у кого нет вообще. А выдерживают? Не выдерживают, и мы 600 никогда не даем, мы 600 даем пиково. Мы заказывали, то есть автомобиль был изготовлен в Турции, и цистерна была изготовлена в Турции, а сам насосы заказывал в Германии, и они приходят, говорят, и мы не понимаем, а зачем вам 600 атмосфер, что вы собираетесь в метро собираетесь чистить, и когда я ему показываю фотографию, посмотрю, в каком-то системе у меня ливневка, когда у меня в ливневке кирпичи, телевизоры, кровати, подушки, я обычно пробить, они не понимают, как это, как подушка или как одеяло может быть в ливневке, то есть как кирпичи могут быть в ливневке, они не понимают. А у нас мы там чистили коллектор на Красном Камне возле Макдональдса, и у нас просвет коллектора на 60% был забит щебенем, песком, кирпичом, по-другому это вычистить невозможно. Поэтому мы даем пиковую нагрузку, то есть мы смотрим, в каком состоянии стенки коллектора, самые проблемные это железобетонные, если чугун, то по участкам смотрим, понятно, если дать 200 атмосфер в пластиковую трубу, от нее останется одна пыль. Поэтому эта машина обязательно нужна, и она нас очень сильно, очень сильно выручает. Хорошо. Чтобы было понятно после ее работы, например, мы запускаем эту машину в ту же самую чугунную или металлическую трубу, когда оттуда вылазит уже наконечник, труба аж горит, металл горит. Ну а перегрузки тех же ливневок новостроями или как это назвать? Обязательно. Вы понимаете, у нас проектировалось... Коллекторы никто не строит, ничего не делает, только ставят свечки, дома, дома, еще что-то, и все врубаются же туда. Сейчас при получении технических условий часто возмущаются застройщики. Ой, мы там пришли взять разрешение на строительство дома, а мы каждому на строительство дома теперь вписываем в строительство ливневки. Ты хочешь построить дом, пожалуйста, вот тебе кусок, возьми там на себя 2,5 километра. Логично. И пожалуйста, проведи там реконструкцию. Ты хочешь подключиться к системе канализации, пожалуйста, реконструированную собственную станцию. Здесь это диаметр коллектора заменен, это диаметр коллектора. Кроме того, эти все суммы будут учитаны в долевом участии в развитии города. То есть когда дом вводится в эксплуатацию, это его ценночная стоимость. И это не просто так мы говорим, возьми там и построй. Мы потом это сделаем, мы ему это пересчитаем, но мы требуем то, что надо городу. Это очень большая проблема. Такие даже схемы были, когда за счет долевого участия. За тех условиях, когда выписывали пустые тех условия нулевые, где там надо поменять одну крышку в люке или там срезать ветку над домом. Что касается вот Дни Лакиша, может быть других подобных таких водоемов. Ну не секрет же, что там очень, ну или значительная часть горожан наших, добросовестных, недобросовестных, сбрасывает туда и свои, из частного сектора и воду отработанную. А то и не всегда воду, а что-то еще больше. А то и мойки где-то вообще стоят туда, скидываются. Вот вы как-то инспектируете все эти вопросы? Да, этим у нас занимается инспекция экологическая, инспекция по благоустройству. То есть мы стараемся, ну вы понимаете прекрасно, невозможно пройти на сегодняшний день все реки и все озера в забродах и посмотреть, где у кого идет какая труба. Причем имея крымский опыт борьбы с подобными явлениями, там это вообще носило массовую, ужасную, просто колоссальную проблему. То есть большая часть горных рек, там в частности, если берем там село Малореченское, Учук, Узень и так далее, люди просто со дворов, проблема там с канализацией, мощностей не хватает, где-то тут не получил тихон, они просто втихаря такими схемами выводили это все, что вся канализация, она вся идет в реку. И потом приезжая, а река выходит сразу на пляж, потом приезжает СС. Туристы плавают дома. Да, все приезжают в СС, берут анализы, ой, плохая вода, это значит очистные сооружения, это не очистные сооружения, так вот жители просто относятся к своему побережью. Этим тоже занимаемся, опыт работы есть, если у жителей есть какая-то информация, пожалуйста, не могут обращаться в наш либо контакт-центр, либо на горячую линию мэрии, на подобные факты мы всегда реагируем очень быстро. Думаю, за последнее время граждане в этом уже не сомневаются. Два вопроса у меня осталось, времени не так много, если можно конкретно, лаконично. Все, первый касается лифтов, мы здесь говорили не раз об этом, даже помню, вы как-то обещали убрать подрядчика в Шевченковском, это бабушкинский район, лично взять под свой контроль эту тему. Лично взял под свой контроль. Скажите об изменениях, которые после этого произошли и вообще о ситуации с лифтовым хозяйством. И второй, это все-таки зима уже, вот, не за горами, наверняка начали подготовку к этому, я имею в виду утепление подъездов, ремонт крыш. Каспорта фасадов? Да, да. Хорошо, первый вопрос, и я часто о вас говорил, когда я принял, еще я возглавлял управление жилищного хозяйства, я принял город, у нас было где-то там порядка тысячи неработающих лифтов вообще, которые не работали от 30 до 5 лет. К концу года, я думаю, лифтов, которые стоят у нас более года, у нас не останется вообще. В этом году мы капитально отремонтировали и заменили 245 лифтов. Это аномальное число в масштабах Украины. Никто такого количества никогда в Украине не делал. То есть капитальный ремонт, либо полная замена. То есть это или касается и лебедки, и кабины, и всего-всего-всего. По текущему работу мы отремонтировали 196 лифтов. Планируем закончить все работы по реконструкции и восстановлению лифтов в этом году, ну я думаю, максимум к 25 ноября. В следующем году, у нас на следующий год у нас останется где-то там порядка, ну я думаю, 30 неработающих лифтов на весь город. Из них капитального ремонта, это которые уже в этом году были либо разграблены, либо вышли из строя. В этом году их появилось всего 16 штук. Ситуация с разграблением лифтов и со всем она пошла на убыль. Что касаемо подготовки к зимнему периоду, город уже активно закупает и соль, и песок, и пескосоляную смесь. Подписаны все паспорта фасадов, извиняюсь, все паспорта домов для запуска отопительного сезона. Частично мы уже где-то на 40% заполнили теплоносителем систему централизованного отопления. Система тепловодоснабжения проверяется. Я же про это говорю, то есть мы в принципе, я думаю, полностью и тотально готовы к запуску. Если нам скажут завтра включить сигнал, к 1 октября мы будем полностью готовы абсолютно к началу отопительного сезона. Если говорить о соль, песок, посыпочный материал, топлива, на сегодняшний день закуплено порядка 30%. Мы докупим еще максимум 20%, а попросту хранить его уже будет негде. И все остальные поставки мы будем осуществлять непосредственно с колес. То есть приехал вагон, разгрузили, положили в склад, разгрузили, положили в склад. Опыт есть уже такой. Опыт есть, будем его использовать. А вот крыши там и все прочие текущие ремонты уже закончены, которые планируют? Самое, значит, последнюю кровлю мы ремонтируем. У меня в планах сдачи стоит 1 ноября. Это последняя кровля, это капитальный ремонт, это все жесткие. Мягкие, я думаю, мы закончим и слух 20 октября. И последние, буквально в двух словах, наверняка начинаются уже какие-то задумки по формированию бюджетов на следующий год. Не о цифрах хочу спросить, а приоритеты. Вот на что будет направлено финансирование городского бюджета в сфере жилищно-коммунального хозяйства? Завершение набережной на Победе. Рассматриваем вариант, возможно, реконструкция набережной на участке от Кайдатского моста до Паруса, возможно. Реконструкция моста на бывшем проспекте Правды на Слобожанском, так называемый Горбатый мост. Это самый плохой мост, он в самом ужасном состоянии. Продолжение реконструкции всей центральной части города, то есть по образцу и подобию, как мы делаем это на улице Красной. В принципе, то есть продолжение утепления подъездов, ремонты кровель, ремонты лифтов. Обязательно в приоритете у мэра идет запуск троллейбуса на жилмассив Приднепровск. Докупка трамваев, докупка троллейбусов и обязательно, конечно же, метро. То есть отдыхать некогда. Работа, работа. Я вот смотрю, не знаю, как на кандидата президентскую, но на кандидата в депутаты вы сейчас наговорили на программу. Такого куда? Никуда не собирайся. Боже сохрани, ни в коем случае. Все, оставайтесь. Боже сохрани. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые телезрители, мы, надеюсь, достаточно конкретно рассказали о том, чем живет город, чем живет его жилищно-коммунальное хозяйство, чем оно будет жить в ближайшей перспективе, в ближайшем будущем. У нас в студии был заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. Спасибо. Спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok